Она была единственной официальной женой знаменитого актера Ален Делона – Натали Делон. Натали Делон. Настоящее имя Франсин Канова. Родилась 1 августа 1941 года. Учда, Марокко. Детство и юность Франсин провела в Касабламке. Ее родители рано развелись. Мать девочки часто болела и потому посылала Франсин в лагеря каждое лето. Франсин была замкнутым, необщительным ребенком, и она очень страдала вдали от матери. Когда мать Франсин повторно вышла замуж, девочка привязалась к отчиму, и его неожиданная кончина стала для нее страшным ударом. Позже актриса скажет, что эта трагедия из детства научила ее не привязываться к людям. «Я просто дала себе слово – больше никогда и никого не любить». В возрасте 18 лет Франсин вышла замуж за Гая Бартельми, от которого родила дочь. Девочку назвали Натали. Это имя всегда нравилось Франсин, а потому, назвав так дочь, она вскоре и собственное имя сменила на Натали. Спустя 4 года Франсин Натали Канова развелась в Бартельми и уехала в Париж, в надежде стать актрисой. Был конец лета 1962 года. Стояли последние теплые деньки. Ближе к 11 вечера в отель Натали позвонил приятель Жан и пригласил на вечеринку в модный ночной клуб, владелицей которого была светская львица Режин. И не просто пригласил. Приятель хотел, чтобы она оказала дружескую услугу, пошла с ним ради устрашения его неверной подружки. Вроде как они придут на вечеринку, она их увидит и разозлится. Ситуация дурацкая и смешная, но Натали согласилась. Оказавшись в заведении, Натали швырнула куда-то сумку и страстно прилипла щекой к Жану. Они демонстрировали чувственный медленный танец, стреляя глазами в поисках растерянной и наверняка бешеной от злости подружки. Девушка их заметила практически сразу. Действительно побагровела. И они оба с облегчением вздохнули. Получилось. Дело сделано, цель достигнута, вроде пора домой. Натали решила вернуться в отель и засобиралась уходить. Но куда-то подевалась ее сумочка. Она вроде бы бросила ее под тот стул, на котором теперь сидел какой-то незнакомец. «Месье, встаньте-ка, я тут оставила свою сумку!» Герзко обратилась Натали к нему. «Ради бога, какую еще сумку?» – отмахнулся тот. «Оставьте меня в покое!» Подобный тон категорически не понравился Натали. Будучи девушкой нервной, она развернулась, больно пнула его и громко выругалась. Затем повернулась и ушла. У выхода ее ждал Жан. Тем незнакомцем оказался Аллен Делон, которого девушка не узнала в полмраке клуба. Хотя несколько месяцев назад видела в кино картину с его участием «На ярком солнце». В тот период Аллен Делон встречался с другой известной актрисой – Роме Шнайдер. Но это не помешало ему в первые же дни знакомства закрутить роман с Натали. Молодые люди были очень похожи. Оба вспыльчивые, своенравные, свободолюбивые, независимые. Но Натали оказалась еще и нетерпелива. Она спустя какое-то время поставила Делону условия. Либо он всецело принадлежит ей, либо они просто разбегаются. Поставив ультиматум, девушка меньше всего ожидала услышать предложение руки и сердца. Хотя уже и носила под сердцем сына возлюбленного. С 13 августа 1964 года Натали официально стала носить фамилию супруга. А уже 1 октября осчастливила Делона появлением на свет сына Энтони. Было непросто жить с таким звездным супругом, как Элен Делон. Жена Натали уставала отбивать от него многочисленных поклонниц и партнерш по съемочной площадке. Однако не только из-за женщин спорили супруги. В этом браке произошло столкновение двух ярких темпераментов. Практически каждый вечер заканчивался громким выяснением отношений. Летала посуда, мебель. По признанию Натали, она не была примерной женой. Кормила супруга одними спагетти. Она справедливые укоры и вовсе переставала готовить. Их брак держался исключительно на страстях и нервах. Естественно, долго просуществовать он просто не мог. Натали, будучи весьма страстной натурой, не терпела перед собой никаких препятствий. Однажды очередной скандал с мужем даже закончился стрельбой. Запершись в спальне, Ален не пускал внутрь супругу и не отвечал на ее требование открыть дверь. В ответ Натали Делон просто вытащила из своей сумочки миниатюрный дамский револьвер и выстрелила в замочную скважину. Но когда приехала полиция, супруги включили свое актерское мастерство и объяснили выстрел досадной случайностью и следствием неосторожности. Так долго продолжаться не могло и в 1969 году Ален Делон и Натали развелись по обоюдному согласию. После развода Натали сохранила знаменитую фамилию мужа. Но все-таки благодаря бывшему мужу Натали Делон стала актрисой. В 1967 году Делон поставил режиссеру Мельвилю ультиматум. Либо в новом фильме «Самурай» он снимется вместе с Натали, либо он вообще не будет играть. Фильм был очень успешным. Критики оценили дебют Натали. Необычная внешность и холодная, несколько отстраненная манера игры стали отличительными чертами Натали Делон. Фильмы с ее участием, такие как «Когда пробьет восемь склянок», «Потише басы», «Монах» можно считать лучшими в ее карьере. Роли безразличных и высокомерных женщин очень хорошо удавались актрисе. На счету Натали Делон более 30 картин. Последний фильм с ее участием «Собачья ночь» вышел в 2008 году. Также у Натали есть два фильма, в которых она выступила не только в качестве актрисы, но еще и как сценарист и режиссер. Это драма, они назвали это несчастным случаем. И мелодрама «Милая ложь». Натали вовсе не скучала в одиночестве. Однажды во время съемок в фильме «Синяя борода» с Ричардом Бертоном в главной роли, девушке даже пришлось спасаться бегством от назойливого воздыхателя. Несмотря на то, что рядом с актером почти неотлучно находилась его жена, несравненная Элизабет Тейлор, Бертон как мальчишка умудрился влюбиться в Натали, игравшую вторую жену главного героя. Ричард Бертон буквально преследовал Натали и даже обещал ради нее развестись с женой. Однако девушка вовсе не была влюблена, а потому пылкие признания знаменитого актера ее не трогали. С 1983 года актриса вместе с сыном и его семьей жила в США. Она больше не была замужем, хотя ее личная жизнь была бурной. В нескольких интервью Натали признавалась, что после измен Ален Делона она не смогла решиться на новый брак. «Я не верю в супружескую верность, особенно со своей стороны», – однажды заявила актриса. Но все же Натали смогла сохранить дружеские отношения с Аленом Делоном. Даже после развода они снимались вместе в кино и очень тепло общались. Когда в 2019 году актер попал в больницу с инсультом, у постели его дежурили бывшая жена Натали и их общий сын Энтони, вместе с младшими детьми Алена Делона, Аннушкой и Аленом Фомбиеном. Даже последнее Рождество бывшие супруги встречали вместе. А 21 января 2021 года Натали Делона в 80-м году жизни скончалась от онкологического заболевания. Субтитры создавал DimaTorzok